Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы наведем порядок, обещаю, займемся этим. Мы специально для этого и приехали. Решение сельских проблем на городском уровне. Глава Анапы совершил рабочую поездку в Хутор-Вестник. С какими вопросами к нему обратились местные жители? От несвоевременной информации стали на территорию муниципального образования, не имея регистрации этих аттракционов. Проверка на прочность. Пляжные аттракционы в Витязево проинспектировала межведомственная комиссия. Анапские коллективы – это из года в год, очень сильные. Так искрят таланты. На международном фестивале «Звездный дождь» Анапские коллективы взяли сразу 4 гран-при. Глава Анапы сегодня выехал в Хутор-Вестник по обращению одной из местных жительниц. Юрий Поляков осмотрел здание, где располагается почтовое отделение, пункт оказания медицинской помощи и Хуторской дом культуры. О чем говорил глава с заявительницей и какие поручения будут даны заместителям – об этом в нашем материале. Наталья Дудкина живет в Вестнике 22 года. Знает хутор вдоль и поперек. Главу Анапы пригласила именно она и первым делом ведет его на почту и в медпункт. Находятся они под одной крышей, которая давно нуждается в ремонте. На состояние почтового отделения головное федеральное ведомство по обыкновению не обращает внимания. А медпункт прошлой осенью немного привели в порядок, рассказал исполняющий обязанности главного врача третьей участковой больницы. Состояние, конечно, печальное, скажем так, но тем не менее, тем не менее, мы наведем. Порядок обещаю, займемся этим. Мы специально для этого и приехали по вашей просьбе. Надо начать в целую это здание и потом его приводить в порядок. Более раз это для жителей, для наших все равно мы делаем. Поэтому надо заняться этим вопросом. Кстати, слухи о том, что в хуторском медпункте перестанут брать анализы, не подтвердились. Все анализы у пациентов будут забираться, как забирались на месте. Участковая больница номер 3, никуда ехать не придется. Здесь же на месте с вопросом главе города обратилась хуторянка Юлия Петровна Лусникова. Документы на оформление участка затерялись где-то в городских службах. Ехать на прием в администрацию далековато. Юрий Поляков внимательно выслушал и обещал помочь. Ну давайте, ничего страшного, мы быстрее найдем их по адресу, по вашему, чем вы там будете где-то их искать. Найдем документы, я пришел специалистов, все вам расскажу. Еще одна остановка в местном доме культуры. Здание ждет капитального ремонта, его начали было, сделали кровлю, но в главном актовом зале царит запустение. Вот раз клуб в таком состоянии, раз делали крышу, что-то планировали для него сделать? Планировали. Насколько нужен клуб здесь, в Вестнике? Нужен, ходит молодежь сюда. Сколько молодежи тут, занимаются они все? Помещение просторное и всегда ему можно найти достойное применение. Если не для концертов, то для спортивных занятий точно. Сколько лет он в таком состоянии стоит? У меня 10 лет работает. Вот 10 лет он в таком состоянии. Может где-то и хуже есть, может где-то лучше, но 10 лет стоит, надо принять по нему просто решение. Раз крышу сделали, значит он уже сухой. Значит потихоньку надо заниматься внутри, что-то делать ему. Молодежи много ходит? Да. Ну тем более молодежь ходит, для молодежи надо делать. В Вестнике сегодня проживает около тысячи человек. Родные места люди любят и отстаивают свое право на комфортную жизнь. В Анапском местном и первичных отделениях «Единой России» работает внутрипартийная контрольно-ревизионная комиссия. Крывые специалисты проведут учет членов партии для актуализации сведений. Лидер анапских единороссов, глава города-курорта, встретился с аудиторами. Руководитель регионального исполнительного комитета Краснодарского регионального отделения партии «Единой России» Павел Трубников и зампредседателя контрольно-ревизионной комиссии партии Александр Волобуев рассказали главе Анапы о целях своего визита. С нашего города начался цикл выездных мероприятий, в рамках которых будут проверены все местные отделения в крае. Время идет, у партии появляются новые сторонники. Необходимо сформировать актуальный список единомышленников из числа активных жителей, желающих участвовать в общественной и политической жизни Кубани. Юрия Полякова однопартийцы поблагодарили за помощь в организации аудита, подчеркнув, что Анапское местное отделение партии «Единая Россия» является одним из лучших в крае. В Анапе стало меньше людей, употребляющих наркотики, в том числе и благодаря тому, что в моду среди молодежи входит здоровый образ жизни. При этом сама молодежь становится в ряды последовательных борцов с распространением зелья. Полицейские же предупреждают о новых вызовах. Репортаж заседания антинаркотической комиссии. Если в 2011 году на учете у нарколога состояли около 800 человек, то по состоянию на 1 июля их уже 290 на весь муниципалитет. За первое полугодие на курорте прошло более 6000 мероприятий, которыми охватили более двух трекей студентов и школьников. Больше всего, конечно, нас интересует это молодое поколение. Наши учащиеся, школа наша, это наши учащиеся, наши высших учебных заведений, учащиеся в колледже. Заместитель главы города Сергей Козлов предложил направлять информацию о студентах, пойманных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, директорам вузов и других учебных заведений, чтобы те принимали меры вплоть до отчисления. Вместе с тем, сами студенты активно подключаются к работе антинаркотической комиссии. С начала года они выявили в интернете полторы сотни случаев продажи зелья, а только за один выход закрасили более 70 уличных надписей с телефонами или адресами сайтов. В состав антинаркотической комиссии, как мы уже знаем, включена удачина Алина Васильевна, председатель городского студенческого совета. Ну, уже результаты этого включения как бы налицо, работа уже волонтеров активизирована, мы все видим, поэтому, ну, хотелось бы, чтобы дальше продолжалась она в том же направлении, в том же темпе, ну и, конечно же, результаты еще больше улучшались. Вместе с тем, в транспортной полиции рекомендуют не терять бдительности. Открылся Крымский мост, а у любого пассажирского и тем более грузового потока есть своя темная сторона. Как пример, у нас вот направлено дело уголовное по юроке, там мужчины со своей сожительностью активно занимались продажей наркотиков синтетического происхождения. Причем клиентов много было, так называемых, подлиннобойщиков, которые едут дальше на Порт-Кавказ, совершают предыдущие ДТП в состоянии наркотического обвинения. Пока, благодаря совместной профилактике, от наркотиков удалось максимально оградить несовершеннолетних. Не выявили новых потребителей, а также преступлений, связанных с оборотом зелья или совершенных под его воздействием. Число административных дел за распитие алкоголя подростками по итогам первого полугодия сократилось с 10 до 6. На заседании отметили, что у молодежи сегодня формируется мода на здоровый образ жизни. И в Анапе, и в сельских населенных пунктах сегодня в пешей доступности есть спортивные и тренажерные площадки. Однако, это повод для оптимизма, а не для того, чтобы расслабляться. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Механизмы взимания, курортного сбора, а также вопросы, связанные с землей и недвижимостью, обсуждали в Анапе на краевом семинаре под председательством уполномоченного по защите прав предпринимателей Игоря Якимчика. В город-курорт прибыли делегации со всего побережья, а также других территорий с развитой системой санаторию, в частности, города Горячий Ключ. Обсуждались темы, связанные с определением кадастровой стоимости земли и недвижимости. От этого зависит размер налога на имущество, а также запуск системы по взиманию курортного сбора. С 16 июля каждый отдыхающий должен будет вносить по 10 рублей за каждый день пребывания на курорте. Устройство территории Кубани для нас очень важно. И данная практика присутствует во многих странах мира. Поэтому это не новое, к этому нужно будет привыкнуть, работать, работать по справедливости. Необходимо понимать, что, конечно же, будут работать и контрольные органы. Вот в этой части, если будет какое-то нарушение прав, безусловно, мы включимся и зайдем в проверку. На курортный сбор сегодня, как таковых, жалоб серьезных нет, но есть такая беспокойность, как работать в этом ключе. Я считаю, что это не тяжело. Главное войти, а дальше уже на марше будем определять те вопросы, которые можно будет откорректировать в том или ином законодательном марте. В администрации города-курорт оказывают информационную поддержку предпринимателям. Именно они будут собирать и направлять сбор в местные бюджеты. Сколько средств получит Анапа в этом году, вопрос пока открытый. Однако все деньги пойдут на развитие курортных территорий. Нам необходимы деньги для развития новой инфраструктуры, для благоустройства новых территорий. Мы свои предложения дали. В первую очередь от муниципального образования мы хотим заняться благоустройством и реконструкцией нашей набережной. От нас было предложение такое министерство. Безопасность и законность пляжных аттракционов Витязева проверила специальная комиссия. В ее состав вошли сотрудники администрации, полиции и предприятий объединения курортных услуг. Взять под жесткий контроль сферу пляжных развлечений поручил глава города Юрий Поляков. Пляж это в первую очередь место отдыха, а он должен быть комфортным и безопасным. На пляже возле санатория Аквамарин расположено сразу несколько детских аттракционов. Батут, игровая зона, горки с бассейном. Конструкция очень громоздкая, занимает большую часть пляжной территории. Все эти аттракционы установлены здесь незаконно, за что предпринимателю придется заплатить штраф. От несвоевременной информации стали на территорию муниципального образования, не имея регистрации этих аттракционов. Имея документацию техническую, но не имея регистрации в администрации нашего города. Неподалеку еще два развлекательных объекта. И снова нет разрешительной документации. Порядок везде один. Протокол, административная комиссия, штраф. Кроме того, незаконные объекты предпринимателям придется убрать с муниципальной территории. За сегодняшний день три объекта. Хозяева отнеслись адекватно. Все все сами решили разобрать. Вообще без всяких проблем никто не препятствовал. Данный вопрос на личном контроле у главы города. По мнению Юрия Полякова, нельзя превращать уникальные пляжи Анапы в парк развлечений. Для этого есть специально отведенные места. Поэтому рейдовые группы будут следить не только за качеством аттракционов, но и за их количеством. Подобные рейды пройдут на всех муниципальных пляжах. Ольга Родина, Ксения Сепко, Роман Беркалеев, Анапа-регион. Детские лагеря, вне зависимости от формы собственности, должны получать господдержку на ремонт и реконструкцию. Этот вопрос обсуждали накануне на конференции, посвященной организации летнего отдыха, которая прошла в Анапе под эгидой Совета Федерации. Сейчас сенаторы собирают мнение и опыт регионов. Палата молодых законодателей уже разрабатывает такую программу. Совет Федерации также намерен выступить с предложением поставить в равные условия и государственные, и частные детские дошкольные образовательные учреждения, определив одного куратора – Министерство просвещения. Ну а стать центром детского отдыха, по мнению парламентариев, все шансы имеет наш город. Рекомендовать Анапу как именно город-здравницу, который наилучшим образом подходит для летнего отдыха детей. Конечно, Крым – это хорошо, конечно, и хорошо, что есть другие регионы, но Анапу мы можем рассматривать именно как центр, куда все регионы могут в том числе направлять своих детей на оздоровление. Здесь есть и пляжи, и песок, и галька, есть рекреационный ресурс для того, чтобы мы смогли все новации, которые есть не только на территории Краснодарского края, но и Российской Федерации, притворить жить здесь, у нас, на территории нашего города. Настоящий «Звездный дождь» в эти дни увидели анапчане и гости курорта. Под таким названием в Анапе прошел международный фестиваль-конкурс, который объединил десятки молодых артистов со всей страны и ближнего зарубежья. «Звездный дождь» входит во Всемирную ассоциацию конкурсов фестивалей и успел зарекомендовать себя как успешный проект. В этом году сразу четыре анапских коллектива удостоились гран-при. В образцовом ансамбле казачьей песни «Соловейка» целая плеяда звезд. Ребята-лауреаты многочисленных конкурсов, победители всероссийских и международных фестивалей. Сегодня их копилка наград значительно потяжелела. За яркое выступление жюри единогласно присудило коллективу гран-при. Как говорят сами вокалисты, покорять сердца зрителей им удается благодаря полной отдаче и любви к народной музыке. Там очень чувственные песни. То есть там они все наполнены глубоким духовным смыслом, и они способны человека разлечь или наоборот утешить его в трудную минуту. Мне это нравится, потому что я чувствую, что мне надо этим заниматься. Тем более, что мы там поем песни, которые пели еще наши предки. И есть такая некая преемственность поколений. В Анапе фестиваль «Звездный дождь» проходит в третий раз. За два конкурсных дня жюри отобрало лучших танцоров и вокалистов. Эстрадный жанр, форклорная музыка, а также народная хореография. По словам организаторов, анапчане стали одними из лидеров фестиваля во всех направлениях. В этом году, так же как и в прошлых, очень ярко показала Анапа себя. Анапские коллективы, это из года в год, очень сильные, и они обычно завоевывают самые высокие места. Анапские коллективы завоевали сразу четыре гран-при. Победители примут участие в финале международного конкурса, который пройдет во Владимире. А лучшие вокалисты смогут испытать свои силы на отборе международного фестиваля искусств «Славянский базар». Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. КОНЕЦ «Витязь».